Девушки отдыхают Оригинальная история Хосе Симона Искалона В ролях Элиса Искамес, Милдред Кирос, Павло Мартин и другие Композитор Давид Монторо Продюсер Виктор Фернандес Режиссер Хосе Алкалде Состояние Карани очень тяжелое, солидат Спасибо, что заставил меня как следует подумать Я должен был быть здесь В чем дело, папа? Что случилось, гость и потерь Операция прошла неудачно Он сильно пострадал во время аварии Папа, говори! Карани парализован У него отнялись ноги Но это ужасно Тем более для такого высокомерного типа, как он Это правда, гость и потерь? Мы все это знаем Катина брат, Оренок и сын синьор Ньевис Сальвахи Какое несчастье, тетя Когда вы приехали из Каракаса? И почему вы приехали? Я тебя даже не спросила Когда свадьба? Ради бога Это не главное Мы должны были приехать в связи с тем, что случилось Гося Патя вам все сказал? Да Думаю, не надо говорить о том, что вы можете рассчитывать на нас На меня, на папу, на Хосе Мигеле Спасибо, дочка Все это меня очень огорчает, Ребекка Нет, Мимина, нет Вы стержень этой семьи И не можете сломаться, тем более теперь, когда так нужны Хосе Мигеле Ну, что еще я могу сделать, Ребеките? Хосе Ангель не хочет понять нашего сына Он одержим идеей помешать браку Хосе Мигеле с Сальвахи И это их окончательно поссорит Отец против сына Какой ужас Нет, 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 не плачьте, Мимина Если хотите, я поговорю с Хосе Ангелем Ты такая добрая, Ребекка Я тобой восхищаюсь Мимина, пожалуйста Ты столько времени была помолвлена с Хосе Мигелем И мужественно приняла разрыв, несмотря на свою боль Я потеряла жениха, но не собираюсь терять друга Вы знаете, как я люблю Как любила Хосе Мигеля Всей душой, с детства Ну, человек вырастает и меняется Ему нужно вовремя уйти Это делает тебе честь, Ребекка Ты настоящая леди Моя любовь к Хосе Мигелю превыше всего Раз он решил, что его счастье в Сальвахе Что я могу сделать? Дочка Дочка Не представляешь, как меня успокаивают Твои слова Сейчас главное подумать над тем, что надо сделать Для того, чтобы Хосе Ангель не препятствовал свадьбе Не знаю, что мы можем сделать Хосе Мигеля Сальвахе сейчас в Гуаяне И меня охватывает паника от того, что Хосе Ангель может появиться там, никого не предупредив Значит, кому-то из нас надо быть с ними Что ты хочешь этим сказать, Ребекка? Я абсолютно свободна, так что мне не составит труда поехать в Гуаяну И быть там с ними Более того, я могу отвезти подвиничное платье, которое вы выберете для Сальвахи А заодно приведу ее в порядок, пока вы здесь будете заниматься подготовкой к свадьбе Прекрасно, Ребеккита Ты действительно могла бы заняться Сальвахе Пообтесать ее, сделать из нее светскую даму Чтобы, увидев ее, Хосе Ангель не мог найти ни одного изъяна Отлично, Мимина После того, как я займусь Сальвахе, ее никто не узнает Кто-то звонил в дверь? Охранник, он хочет поговорить с генералом Какой охранник? Что он хочет? Как его имя? Не знаю, ему открыла Кармелита Без моего разрешения здесь никому не открывают дверь, понятно? Черт возьми Шофер, предполагаемый секретарша генерала Эпполито Что вам нужно? Акиллис, кто звонил? Вы? Приятно снова вас видеть, сеньора Ты не умрешь Я этого не допущу Ты лучшая из моих творений, Иисус Никто не разлучит меня с тобой Даже это неожиданная болезнь Я догадалась, что ты здесь Ты пронесла мне отчет? Он готов, и я взяла его с собой Но сейчас он в машине Я собиралась отдать его тебе дома Как Иисус? Иисус очень плох Что с ним? Что говорят врачи? Он перенес мозговой шок Это означает, что у него временный паралич нижних конечностей Не может быть, дядя Значит, Иисус какое-то время не сможет ходить? Не будь лицемеркой Тебе не важно, парализуют его Или он вообще умрет Ты заблуждаешься, дядя Я обещала, что больше не буду вмешиваться в жизнь Иисуса Но мне тоже больно за него Я женю Иисуса на ловизне Даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни Так что не пытайся шантажировать меня ребенком, которого ты носишь И выброси из головы даже мысль О том, что из-за этого ребенка Ты получишь часть моего наследства Ты получишь часть моего наследства Слушай, там пришел какой-то мужчина Он спрашивает тебя Кто? Не знаю, если хочешь, сходи посмотри Я занята, если хочешь, я тебя подменю Ладно, иди, иди, я скоро Мама Дочка Дорогая, ты слишком рискуешь Что это значит, дорогая Ты с ума сошла Не важно, мама Мне нужно было тебя увидеть Узнать, узнать, как ты Как ты вошла Что это такое? Карани, как ты можешь просить медсестру о том, чтобы она помогла тебе умереть Что это значит? Ты никогда не был таким Ты с детских лет учил меня быть сильным Учил идти вперед, бороться Ты не можешь сдаться сейчас? Брат, мы вместе И вместе пойдем вперед Слишком поздно, Аренак Я знаю Что упустил свой шанс Я помогу тебе? Вот и видишь, очень скоро ты встанешь Начнешь ходить Нет Я этого не хочу, Аренак Я хочу Чтобы ты увез Лавизну Чтобы женился на ней И чтобы вы были счастливы Да Я Не хочу, чтобы вы меня жалели Чтобы видели меня Таким Я Не могу состязаться с тобой Я отказываюсь От своей любви, Аренак Лавизна Твоя Брат Ты с этим справишься, корони Ты недооцениваешь себя Ты поднимешься с этой кровати И не надо ни от чего отказываться Нет Не обнадеживай меня, Аренак Я уже ничто И никто Я даже Не соперник тебе Давай пока забудем Маловизнь Она не имеет к этому отношения Сейчас ты должен сконцентрироваться На своем выздоровлении Я планировал свою жизнь Рядом с Лавизной, Аренак Поэтому Поэтому я оспаривал ее у тебя Сейчас все изменилось Я прекрасно сознаю свое положение Рядом со мной Она никогда не сможет стать счастливой Я думаю Нам лучше не говорить об этом, корони Женись на ней, Аренак Увези ее Увези подальше Потому что я не хочу ее видеть Не хочу Чтобы она меня жалела Пожалуйста Увези ее Брат Я отказываюсь от этой любви, Аренак Я не хочу быть свидетелем Собственного поражения Я все потерял, Аренак Все За все в жизни нужно платить Вот я и расплачиваюсь За то, что бросил Свою семью Мам Тебя Тщеславие Привело меня на эту койку, Аренак Нет, корони, ты ошибаешься Ошибаешься Это не наказание, Бог не наказывает Да Иногда Ты получаешь жестокий урок, Аренак Получаешь сильный удар Я Принял решение Я больше не хочу причинять вреда Я Отказываюсь Отказываюсь от любви к ловизне, Аренак Я тебе обещаю Обещаю Что больше не встану На твоем пути Что ты здесь делаешь? Я же сказала, что визиты к ней запрещены Не трогай мою дочь Успокойся, мама Я вас просила разрешить мне увидеть ее Я умоляла вас, Христом Богом просила Но вас даже это не взволновало В этой тюрьме есть правила, и я их выполняю Бесчеловечные правила Дочка, прошу тебя, успокойся Я не хочу, чтобы тебе причинили зло Ничего не говори, дорогая Ты очень высокомерная Но я спущу этот пар Охрана Приказовите Вы думаете, я боюсь? Я, которая перелезла через стену Устроила целый спектакль для того, чтобы пробраться в столовую Которая прошла через все запоры Посмеявшись над вашей охраной Думаете, вы меня напугали? Пошла вон Уведите ее отсюда Меня никто не остановит Дочка, успокойся, мама Я уже сделала то, что хотела сделать Обняла тебя, свою мать Которую я люблю больше всех на свете Не волнуйся, мама По лицу видно, сеньоры Что вам не знакомо слово счастье И я уверена, что вы не любили даже женщину, которая дала вам жизнь Успокойся, мама Я получила твое благословение Чего я ей хотела Это единственное, чего я хотела Я тебя не понимаю, дядя Зачем ты хочешь поженить Лавизну и Хисуса? Тебе это не зачем понимать Главное, уйди от него Ты приводишь меня в замешательство Ты непредсказуемый человек Никогда не знаешь, чего тебя ждать Предполагается, что ты не любишь Лавизну Никогда не пытайся разгадать меня, Диамонте Не пытайся просчитать меня Лучше делай то, что я приказываю Объясни, что тебя заставило изменить свое мнение, дядя Это произошло во время визита Лавизны Что тебе сказала эта женщина? Это не твоя проблема Перестань задавать вопросы Просто оставь Хисуса в покое Я знаю, что ребенок, которого ты носишь от него Но даже не пытайся использовать его как оружие Для того, чтобы разлучить с женщиной, которую он любит Ну, дядя Никаких «но» Если я узнаю, что ты меня ослушалась То покончу с ребенком И с тобой тоже Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду Генерала нет Вам решать Будете вы ждать стою Или присядете Может, вам лучше уйти и прийти попозже? Акелес, генералу не понравится Если он узнает, что этот сеньор специально приехал к нему Из тюрьмы, а мы не сумели его принять Проходите, проходите Я, пожалуй, подожду Я не уйду отсюда, не поговорив с ним Акелес Слушаю Прикажи шоферу, чтобы он съездил в парикмахерскую За женой генерала Ипполита И попроси кухарку приготовить кофе Капралу Иди Генерал не скоро вернется, сеньора секретарша, да? Он должен подойти, Капрал Может, я смогу чем-то вам помочь, пока его нет? Я не поленился И приехал в Гуаяно Для того, чтобы он лично сказал мне Как я должен поступать с Лансарот и Ниньо Вы мне не доверяете, Капрал Архенис? Я должен это выяснить, сеньора Вы назвали меня палачом Несмотря на то, что я выполнял приказ генерала Вы мне пригрозили военным судом Это очень серьезная проблема, сеньора Поймите меня, Капрал, я защищаю законность Все это очень странно Я не хочу оказаться на улице за невыполнение приказа Успокойтесь, не заводитесь Я уверена, когда придет генерал, он развеет все ваши сомнения Вне всякого сомнения, это будет один из лучших магазинов штата Боливар Да и не только штата Может, ты скажешь, что люди будут приезжать к тебе из столицы? Если будет торговать контрабандой, да Будете меня критиковать, уйдете, понятно? Видите, Балтуни теперь Сирия не покажет нам все, что у нее есть Я и не собиралась этого делать Ты, подруга, никогда ничего не покупаешь Потрогаешь, повертишь, и все А тебе муж никогда не даст денег на покупки Так что убирайте-ка отсюда Какой стыд, кошмар Сплетница, пошли вон, убирайтесь Так ты обращаешься со своими клиентами Генерал? Что вам здесь нужно? Я знаю, что ты меня не ждала Ты, наверное, думала, что никогда больше не увидишь этого дерьмового генерала Но я здесь Пришел с ответным визитом, что скажешь? А зачем? Чтобы отблагодарить тебя за оказанную мне услугу Я знаю, когда ты пришла в мой дом, чтобы рассказать о моей жене и Лансарата Ниньо Я обошелся с тобой не очень хорошо Но сейчас я пришел сделать тебе подарок Мне? Да Не нужно так пугаться, с тобой ничего не случится Взбудрись В какой-то степени мы с тобой товарищи по несчастью И это делает нас друзьями Почему бы тебе не улыбнуться? Закрой магазин, мы уезжаем Куда? В тюрьму Дорадо, девочка Я хочу, чтобы ты увидела Как я обхожусь с Лансарата Ниньо Любовником своей жены И убийцей твоей сестры Ты не должна была делать эту глупость Ради тебя, мама, я готова на все Мне нужно было удостовериться, что ты в порядке Что тебя здесь не обижают Мне нужно было обнять тебя Я в порядке, дочка Я в порядке, успокойся Пожалуйста Я не хочу, чтобы тебе причинили зло Мама, ты должна быть сильной Мы тебя не оставим Мы тебя вытащим отсюда Да, дорогая Иди с миром Благослови тебя Господь Пусть он тебя защитит Я тебя очень люблю, мама Уведите ее отсюда Ты слышала? Спрошу вас, отстаньте Не прикасайтесь ко мне Я умею ходить Оставьте меня Иди, дочка, иди Мама, береги себя Я сказала, не прикасайтесь ко мне Не обижайте ее, пожалуйста Ведьма Ты не знаешь, что тебя ждет Хисус Феррер так плохо, Ринока Прости, что называю его Хисус Феррер Просто мне трудно поверить, что он твой брат Да, ему плохо, Луис Врачи называют это мозговым шоком И не слишком обнадеживают Подумай, только его сбил сам король Человек, который его воспитал, возвысил И он же прогнал его с комбината Я тоже виноват Я выгнал его из Сапаары Как раз перед аварией Я взбесился, увидев его с Луисиной Меня ослепила ревность А он хотел преподнести мне этот подарок Он влюблен в новизну, так же, как и я Но Решил отказаться от нее Знаешь, Ринока, наверное, такому мужчине, как он, невыносимо оказаться прикованным к постели Он попросил Он попросил, чтобы я ее увез Чтобы мы поженились Это правда, Ринока? Выходит, он хочет освободить тебе дорогу? Но это не уступка, Луис Отказываясь от Луисины Мой брат отказывается от жизни Он хочет умереть Я ничего не чувствую Боже мой, я ничего не чувствую Иисус Зачем вы пришли? Хотите быть свидетелем Моего несчастья? Или за тем, чтобы я вас Поблагодарил За все, что для меня сделали Я пришел Потому что ты Очень важен для меня Я бы предпочел сам умереть Чем видеть тебя На этой койке Да Вы правильно сказали Дон Пьё Лучше Умереть Я бы предпочел Чтобы вы не оплачивали Мою операцию Потому что Лучше смерть Чем такая жизнь Я найду лучших врачей Отвезу тебя в Соединенные Штаты В Европу Куда скажут? Нет Нет, Дон Пьё Я больше не хочу быть вам благодарным Долгие годы Вы были Моим идолом Человеком, которым я восхищался И был очень благодарен за все Но довольно Я дорого за это заплатил Дон Пьё Моя мать Осталась без дома Брат Без работы Я сам безлюбимая женщина Которую вы тоже преследовали Я Потерял все Все, Дон Пьё Моя жизнь Заключалась в служении вам Но я потерял Даже вашу любовь Дон Пьё Это неправда Долгие годы Я служил вам, Дон Пьё Но когда однажды вы сразил Вы послали меня к дьяволу Это не любовь, Дон Пьё Вам неведомо это чувство Если сейчас Вы все это делаете Только для того Чтобы я снова был вам благодарен Чтобы встал на колени И целовал пол, по которому выступаете Если хотите, чтобы Я попросил прощения Нет, Хисус Это я Прошу у тебя прощения Зачем вам нужно мое прощение, Дон Пьё Если меня уже нет Я никто Я коллега, Дон Пьё Сейчас я Подобие человека Что ты делаешь, Диаманты? Ты же беременна, тебе нельзя пить Не переживай, мама Что со мной будет от стакана виски? В такое время В этой коморке Почему? Я тоже задаю себе этот вопрос, мама Почему? И пытаюсь это понять Понять что? Ты знаешь С тех пор, как я себя помню Я только и делала, что исполняла волю дяди Чтобы заслужить его любовь Его привязанность Его доверие Ты снова поссорилась с Пьё? Нет Он не обращает на меня внимания О чем ты говоришь? Он всеми силами пытается убрать меня с дороги Отдалить от себя Не делай это, не делай то Я ему мешаю Но дочка Пьё мог относиться ко мне как к дочери Но этого не произошло Он никогда меня не любил Отнял место, на которое я имею право Потому что во мне течет его кровь Я его племянница По-своему он тебя любит и защищает Нет, мама, нет Пьё любит и все прощает Лови с ней Пожалуйста, Диамонта, говори тише Она его обманула, посмеялась над ним Издевалась над самым святым, что есть у Пьё И что он сделал? Абсолютно ничего Но что хуже всего Он ей покровительствует, защищает ее Я этого не потерплю, мама Кто может знать, что Пьё думает в действительности Диамонта? Я Я вижу, что он ставит ее выше меня Я выполняла все приказания дяди И теперь должна посторониться для того, чтобы дать ей дорогу Сейчас я ее ненавижу еще сильнее, мама Я ненавижу ловизну Вы не ослышали, Сусе Ангель? Я еду в Гуаяну Не могу поверить Это абсурдно Хосе Мигель пренебрег тобой, а ты едешь туда, чтобы помочь этой девушке обрести надлежащие манеры Это невероятно, я поговорю с Миминой Нет, нет, Хосе Ангель, все идет прекрасно О чем ты говоришь? Ничто не смогло переубедить Хосе Мигеля Ни вы, ни болезнь Дони Мимины, ни позор ли семьи Хосе Мигель настроен защищать свою любовь к Сальвахе И его не волнует то, что за этим последует Я не понимаю, что происходит с Хосе Мигелем Я всегда считал его умным человеком Видите ли, мне неудобно говорить вам об этом Но есть женщины, которые умеют ослепить мужчин своими уловками Поэтому я хочу поехать в Гуаяну Хочу последовать вашему совету и вернуть себе любовь к Хосе Мигеле Что ты собираешься делать? Пока буду прикидываться подругой Сальвахе Делать то, что хочет сеньора Мимина Оставлять ее, давать советы Постепенно бедняга почувствует, что она никто И не может быть с Хосе Мигелем Все это ты делаешь ради моего сына Ты очень благородная И ты настоящая женщина У меня нет выбора Я всегда мечтала выйти замуж за Хосе Мигеля Как вы говорите, соединить наши семьи Эти плебеи хотят нас использовать, чтобы подняться по социальной лестнице Завладеть наследством моего сына Разрушить его будущее Но им это не удастся В Гуаяне я разрушу эту связь Я не должна была приходить сюда Должна была остаться с сыном Кузина, тебе нужно отдохнуть Ты всю ночь была там Конечно, вам нужно что-то съесть, принять душ Спасибо, дорогая Но я не могу Мне кусок в горло не полезет Я должна быть с сыном Хорошо, Кузина, там будет видно Но сначала поешь Сальвахи даже взялась за стрепню ради тебя Она переняла это у тебя Кулинарные способности Конечно, и потом можете съесть совсем немного Только для поддержания сил Спасибо, дочка Нет, не могу Правда, не могу Тетя Я хочу задать вам один вопрос Почему вы никогда не говорили, что у меня есть еще один кузен? Что кроме Оренока есть корони? Потому что его не было с Сальвахи Почему же еще? Но это не оправдание Вы должны были мне сказать Что если бы я влюбилась в него, а он увлекся мной? Вряд ли он тобой бы увлекся, дорогая Если бы он увлекся другой Благородной девушкой Доброй Так ведь нет, он увлекся ловизной По ее вине он оказался в больнице И теперь может умереть Нет, я знаю, что это не так У него было блестящее будущее Опека короля И он все потерял Нет, нет, кузен Это не из ловизны А потому что он отказался от своей семьи И даже стыдился Вас, нас Папа Значит, ты хочешь сказать, что он получил по заслугам? Ты это хочешь сказать, госи пати? Кузен, он всегда был мяглецом И ты не можешь этого отрицать Как бы то ни было, он мой сын Я хочу тебя спросить Давай предположим, что завтра, конечно, упаси Бог Но с Альвахи плохо с тобой обойдется С ней произойдет нечто подобное Ты будешь желать ей зла Скажи Ответь мне Что было бы с тобой, если бы тебе сказали о том, что твоя дочь не сможет ходить Не сможет защитить себя Скажи Ты был бы счастлив? Ответь мне, госи пати Ты был бы счастлив? Счастье отца в его детях, Хосе Мигель Ты не можешь этого понять, потому что ты еще не отец Я тоже этого не понимал Пока не родился мой сын И медсестра не положила мне его на руки Я тебя понимаю, Патри Нет, нет, нет Ты меня не понимаешь, Хосе Мигель Смотри Когда Белли мне сказала, что она беременна Это было как конец света Да Я сомневался, отменяли этот ребенок А главное, я был не готов взять на себя такую ответственность И тем более Жениться на ней Но ты женился И это уже факт Да И пока она была беременна Я заботился о ней Забрал из дома родителей Снял домик Но ради этого мне пришлось вкалывать, как проклятому, в Гуаяне День за днем Я работал в две смены И думал только об одном Надо обеспечить ребенка так, чтобы он ни в чем не нуждался Это был мой ребенок Мой первый ребенок Патри, можешь не сомневаться Я за то, чтобы ты получил опекунство над Монолита Конечно, я должен его получить Конечно Я хорошо помню Все, кто видели Беллию Сразу говорили Что в этом животе мальчик Вратится мальчик Этого было достаточно Я купил ему Перчатку Мяч Все для бейсбола Я уже представлял, как он вырастет И будет играть в высшей лиге Станет победителем А ты любуешься Своей фамилией на футболке Конечно 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 Хосе Мигель Представь себе Я начал разговаривать с ним, когда он еще был в животе Я ему говорил Монолита Монолита, это в честь дедушки Он который был прирожденным бейсболистом Настоящим игроком Он не припускал ни одной игры А теперь скажи Могу я молчать, видя, что мой сын истощен И ему грозит лейкемия, потому что это мерзавка Его мать не кормила ребенка Разумеется, нет, патрио, нет Если бы такое произошло из-за того, что я не посылал деньги Тогда другое дело Но ведь все не так Как только я узнал, что родится ребенок Я посылал белье деньги Старался, чтобы она ни в чем не нуждалась Это большой плюс в твою пользу Рассчитывай на меня Я тебе помогу Но хочу, чтобы ты понял Закон на стороне матери И есть только один способ добиться опекунства над Монолита Добыть улики Доказать вину белье Что это значит, папочка? Ты все это сделал сам? Почему не дождался меня? Белье, девушка, подумаешь, что я тебе совсем не помогаю Позволь мне помочь ей Не надейся, что я дам тебе чаевые Ну еще чего не хватало У меня есть деньги Это не проблема Ладно, мы столько всего накупили Думаю, здесь хватит на месяц Не уходи Монолита У Конкордии есть дела Я знаю, она твоя подруга Но позволь ей уйти Я скоро приду Похоже, вы с ума посходили, покупая еду А где лекарство, дорогая? Самое главное это лечение Вспомни, что сказал врач Ну, я ведь недавно давала вам деньги Вот еще немного Я сняла с расчета Думаю, хватит на лекарства Ты так добра ко мне Не знаю, как и благодарить тебя Позабудься о Монолите Правда, мой красивый мальчик? Пока Проводи ее Пока До свидания Большое спасибо До встречи Ну, что скажешь? Что я скажу? Мечта! Эта девушка золотая жила Мое белье, мое сладкое Смотри, индейку, мясо, сыр Остаем для себя Молоко для девочки И еще этот питательный порошок Который так ужасно пахнет Фрукты, яйца и все остальное Продадим в бродячем торговке А на врученные деньги Плюс то, что она нам дала Купим много пива, дорогая Какое пиво? Джин, виски И текила Текила Текила, дорогая На, что я тебе говорил Нужно делать вид, что мы заботимся о Монолита Чтобы она и впредь давала нам деньги И будем жить припеваючи Пусть это крашеная мерзавка Это разлучница Раскошелец Да, дорогая, да Послушай, иди сюда Возьми мальчишку И накрась ему своими румяными щеки Я не хочу, чтобы люди говорили Будто мальчик слишком бледен Да Отныне и впредь Это будет образцовая семья Бедная, но образцовая Я вызвал тебя в Гояну для того, чтобы ты занялся моими делами Ты был Моим любимцем Моей надеждой Единственным, кто меня понимал Кто угадывал Мои мысли еще до того, как я их выражал Единственный, кто вызывал у меня улыбку Кто бросил мне вызов И с этого момента я убедился, что ты мое творение Нет, это не так, Дон Пио Вы Вы должны быть окружены людьми Которые вам не возражают Которые всегда поддержат Любое ваше безумие Поэтому я тебя уважаю Ты не такой, как остальные Я не могу помириться с вами, Дон Пио Если вы хотите, чтобы я поблагодарил вас за все Хорошо Большое спасибо А сейчас, пожалуйста Оставьте меня одного Нет Я хотел преподать тебе урок, но результаты оказались слишком горькими Я хотел, чтобы ты вернулся ко мне Чтобы попросил прощения Потому что бросил мне вызов Потому что встал на сторону моих врагов Я не мог повернуться спиной к ловизне И я никогда Никогда этого не сделаю Да, я знаю, что ты любишь ловизну Это еще одна моя ошибка Но пойми Ты Моя единственная семья Ты единственный был рядом со мной, когда я заболел В то время, как остальные уже кружили вокруг добычи Ты, Иисус Ты мой сын Нет Нет Я всего лишь коллега Куда там Я уже никогда не смогу встать перед вами Чтобы бросить вам вызов Сказать то Что я думаю Что ты хочешь от жизни Что ты хочешь от жизни Я все для тебя сделаю, Иисус Единственное Что могло сделать меня Счастливым Я уже потерял Донпио Пожалуйста Забудьте обо мне Меня больше не существует Нет У тебя не один шанс, а много Что ты хочешь? Ловизну? Если твое счастье зависит от ловизны Ты ее получишь Счастливым Донпио Счастливым Ловизну Донпио Счастливым Донпио Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok